Девушки отдыхают Великой победе Это великая победа Мы хотели, чтобы все белые ушли из Африки И у нас это получилось Мы стали независимыми Но белым из соседних стран это не понравилось Была война, и мы бы проиграли Но к нам пришла помощь Скорей бы уже домой Да ну, представь, сейчас вернемся А там вот этот наш октябрь Дождь, сляпать А тут тебе солнце, тепло, фрукты А там жена и дочка О, правый друг, скажи, а ты хотел бы В Советский Союз? Право меняться Я на зиму тут останусь А ты в Советский Союз полетишь А летом поменяемся Ты снег-то видел? Снег? Нет, не знаю За советский Это точно Сначала я Не верил этим людям Потому что они тоже были белыми Но потом я увидел, что они другие Борт Чарли Найн Чарли Альфа Альфа Прошли радиомаяк Курла Расчетное время посадки в Мапуту 19.25 Готовы к снижению Все в порядке Думаешь, получится? Слишком рискованная схема У нас нет других вариантов Зато если у нас все получится Это будет уникальная операция Автопилот ведет самолет на сигнал радиомаяка Еще никто никогда не пытался обмануть автопилота А мы сделаем именно это В 19.05 в Мапуту вырубят радиомаяк У нас одна минута, чтобы запустить наш Чтобы автопилот привел русских прямо к нам Так... У нас все готово Прекрасно О, Рауль Вот, кстати, тебе На память Они тоже были белые Но они были другие Они честно хотели нам помочь Олег, что за виражи? Так маяк туда показывает Странно, а почему не по прямой? Привода не работают Освещения нет Полосу не вижу Может у них что с электричеством? Да хрен их знает Фантастика Слушай, Билл А ты действительно сомневался? Или наоборот надеялся, что не получится? Это просто наша работа Вырубай маяк Все, уходим Кто первым найдет труп президента Самора Машела Получит 500 рендов Нашел 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 Молодец В этот раз победа наша, мистер Машела В той катастрофе в живых осталось 10 человек Одним из них был я Я все помню Смотри Вот Это я А это Советские Они были для нас Как боги Дед, ты мне это уже сто раз рассказывал Жозе, ты куда? За водой, мам Дед опять эту историю повторяет Уже сотый раз, наверное Привет 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 Как дела? Все отлично Жозе Ты уроки сделал? Нам в школе ничего не задавали Хватит врать Иди делай уроки Или я все расскажу матери Ладно, ладно Сюда Спасуй мне Играть сначала научись, а потом приходи Все, давай Вали Ну и ладно А я все равно стану великим футболистом Как и Себе Понял? Все, давай Вали отсюда Уходите 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 Стойте Куда едете? Спокойно Никуда не двигаться Откуда вы едете? Это были какие-то бандиты Они убили нашего мэра И всю его семью Сказали, чтоб мы уезжали Иначе нас всех убьют А полиция? Их тоже всех убили Жозе Быстро домой И мать предупреди Сколько их было? Точно не меньше сотни Вооруженные до зубов Прошу всех разойтись по домам И сохранять спокойствие Флора Флора, поторопись Я сказала, что без тебя никуда не поеду Не понимаешь? Я начальник полиции должен остаться Или всем нам некуда будет бежать А если тебя убьют Тогда нам тоже некуда будет возвращаться Только у детей уже не будет отца А у меня мужа Я сказал, собирайся Флора Уводи всех Быстро Жозе, быстро за мной Луиш, помоги деду В церковь, бегом Рапиду, рапиду Рапиду, рапиду 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 Рапиду, рапиду Успокойтесь, садитесь, слушайте меня. Не переживайте, все будет хорошо. Господь защитит нас. Успокойтесь. Успокойтесь, садитесь. Господь защитит нас. Братья и сестры, мы не должны бояться. Господь защитит нас. Давайте же молиться. Давайте громко петь и танцевать, чтобы Господь услышал нас. Иди ко мне, мой мальчик. Ничего не бойся. Пой вместе со мной. Санто, 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 санто. Дай мачете. Дай мачете. Дай мачете. Еще одна победа. Поверь, остался кто еще живой. Эй, вы, вставайте. Стоять! Эти хотели спрятаться. Что с ними делать, командир? Расстрелять? На колени. Все! Все на колени. На колени! Вам повезло. Вы остались в живых. Поэтому у вас есть выбор. Пойти с нами и стать великими воинами или подохнуть, как собаки. Будете молчать дальше, я убью следующего. Я понятно сказал. Не надо. Я пойду с вами. А ты? Да, я тоже. Это мой брат. Он хочет стать воином. И я. Тоже. Отлично. На колени. Руки за голову. Ну, как-то так. А применение боевого оружия добавляет тренировкам остроты. Ну что, все целы? Андрюха, им бы сначала алфавит выучить, а ты им сразу войну и мир. Гранит. Седой вызывает. Пускай гранит едет. Но только на две недели. Выяснит обстановку и сюда. А уже здесь мы будем принимать дальнейшие решения. Отправлю с ним пазик, а он присмотрит, чтобы гранит не геройствовал. Да, мам. Значит, ситуация следующая. Есть в Африке такая прекрасная страна, называется Мазамбик. Но географию объяснять не буду, надеюсь, знаете. Короче, в начале двухтысячных на севере Мазамбика обнаружили крупное месторождение газа. Сейчас там обосновались бандформирования, которые присягнули на верность исламскому государству и теперь кошмарят мирное население. Местные силовики с этим не справляются. Власти Мазамбика попросили о помощи Россию и Судан. В советское время мы Мазамбику уже помогали. Наши советники находились там с 76-го по 91-й год. Обучали местную армию. Все есть в материалах, потом ознакомитесь. Я предупреждаю, никаких боевых действий и геройства. Только консультации и обучение военных и полиции. Understand? Understand, Борисыч, когда вылетаем? Да как обычно. Еще вчера. Вставай, быстро! Я устал! Воин не может устать! Если ты не воин, ты нам не нужен! Подъем, я сказал! Пойдем, пойдем, а то нас убьют. Власти в столице хотят нас обмануть. Президент хочет нас обмануть. Здесь, на нашей земле, есть газ. Президент и его приспешники будут получать деньги. Большие деньги. Он будет продавать газ белым. А нам ничего не достанется. Но мы не будем, как все остальные, сидеть и молчать. Мы не позволим забрать у нас то, что должно принадлежать нам. Мы сами будем распоряжаться нашей землей. И те, кто не пойдет с нами, тех ждет смерть. Эти люди готовы быть рабами. Но мы не рабы. Мы воины! Мы воины! Мы воины! Итак, после длительных переговоров нам удалось заключить соглашение по месторождениям газа с правительством Мозамбика. По этому соглашению прибыль от добычи газа будет распределяться следующим образом. Мозамбик получает 40%, наша компания 60%. И вы говорите об этом как о вашей победе? Обычно мы оставляем туземцам 20%. Дорогой Итан, в данном случае речь идет об очень крупных месторождениях. Общая цифра газовых запасов 182 триллиона кубометров. Как вы считаете, мы единственные, кто хотел бы заполучить этот кусок пирога? И только потому, что мы предложили властям Мозамбика не очень выгодные для нас условия, они подписали с нами договор. Спасибо, Джейн. Да, Итан, ты, конечно, прав. Условия для нас не очень выгодные. Но кто сказал, что эти условия нельзя изменить? Я скажу больше, мы их уже меняем. И об этом нам расскажет наш гость, полковник Лайонелл, глава частной военной компании, дислоцирующейся в ЮАР. Я думаю, через пару-тройку месяцев власти Мозамбика согласятся на 10%. Как это возможно? Возможно. Простой механизм. Поставить президента страны перед выбором. Либо 10%, либо ничего. Спасибо, полковник. Не за что. Спасибо, командир. Что смотришь? Мы есть хотим. Есть? Иди сюда. Быстро. Не слышал, что тебе сказали. Встал, пошел. Еда для воинов. Вы пока не воины. Не трогай моего брата. Смелый. Ты, наверное, хочешь меня убить? Мои люди убили твоих родных. Но это война. Твой отец был полицейским, правильно? Он просто занял не ту сторону. Он защищал правительство. А наше правительство грабит нас. Скажи, разве это справедливо? Что кто-то живет очень хорошо, а кто-то очень плохо? Это несправедливо. Но мы много-много лет жили в несправедливости. Разве ты не хочешь, чтобы стало по-другому? Но чтобы изменить будущее, надо отречься от прошлого. На это готовы только сильные. Ты сильный? Все в порядке, господин генерал? Все в порядке, господин генерал? Все в порядке? Да, просто о мысли. В данный момент мораль нашей церкви – это наша униония. Господин генерал выражает надежду, что наше сотрудничество укрепит боевой дух нашей армии. Не беспокойтесь, укрепим. Но главное, чтобы было что укреплять. Что мы будем делать дальше, командир? Мы пойдем в следующую деревню? Пойдем. Но сначала надо достать оружие. С мачетой и старыми автоматами мы долго не провоюем. Где же его взять? В полицейских участках? Там тоже не так много оружия. Я знаю, где мы возьмем оружие. Военные отправят сюда отряд искать нас. Вот у них и возьмем. Мы сейчас едем в город Муэда. Там наша военная база. Там наша военная база. Они убивают и выгоняют жители из деревни. Матяты, и дети, и они убивают. Это свой ритуал. Они живые. Генерал говорит. Они очень жестокие. Убивают женщин и детей. Мужчинам отрубают головы и вырезают кадыки. У них такой ритуал. Они дикари. А в месяц назад, мы уничтожили 200 боевиков. А мы сможем туда поехать посмотреть все на месте? Они спрашивают, если возможно идти туда и везде. Нет, нет. Я не имею ввиду этого. Я уже говорил больше, чем я. Генерал говорит, что у него нет таких полномочий. Он и так говорит больше, чем нужно. Зачем ты согласился пойти с ними? Они убили наших родителей. Вот именно. Если бы мы не пошли, они бы нас тоже убили. Лучше бы убили. Ты еще маленький, ничего не понимаешь. Да, и еще, я тебе привез то, что ты просил. Отличный товар прямо из Танзании. Пойдем со мной. Для вас есть работа. Отлично, но у меня есть тебе другое дело. Проследить кое за кем. Стоять! Выдайте им мачете. Пусть покажут, какие они будущие воины. Вот это дерево. Рубите. Посмотрим, как вы держите мачете в руках. Камни. 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 С Kotaku. Редактораны уб���ли simplен. Закрылась к ответв orғнаме на каждой девушке, Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Они вчера взяли пленного Возможно он сообщит, где скрываются боевики Или не скажет Ну значит поедешь туда и на месте все выяснишь Заодно и уровень местной полиции Оценишь Да-да, логично А то мне показалось, что ты хочешь отправить меня куда подальше Да боже упаси, тебе показалось Да? На этот прям вагон, да? Сколько? Неделя-две? Да ладно, пацаны, научим По ускоренной программе В общем так, мужики Задачи на ближайшее время таковы Работаем с личным составом Выясняем уровень подготовки Выявляем проблемы Умение обращаться с оружием Но все как обычно Слава Да? На тебе ревиза медсанчасти Проверь наличие отсутствия медикаментов Ну, сам все знаешь Я понял Серега, у тебя особое задание Набери группу бойцов И с пазиком поезжайте в Масимбоа до Прая Пазик по дороге все расскажет Понял Ну что, мужики Поработаем Утром я отправил группу в деревне Мбао Они уже должны быть где-то рядом Я понял, генерал Мы их уже ждем Останавливаемся 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 Поработаем Да? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Соберите все, что нужно для праздника Командир, смотри, кого я нашел Он прятался в машине Убить его? Ты хотел спрятаться? Убить его? Нет Возьмем с собой Это наш трофей Он мне нужен живым Генерал, я хотел предупредить вас К вам едет группа русских Они хотят пообщаться с тем пленным боевиком, которого вы вчера взяли Спасибо, что позвонили, генерал Фуба Надо решить эту проблему Русские не должны ничего узнать Это не проблема Он уже ничего не расскажет Уверены? Конечно Это же наши общие интересы Кажется, они приехали Не переживайте, мой друг Я все сделаю Генерал, я рад, что вы решили нам помочь Подготовкой наших сотрудников Подготовим, конечно Нам сказали, у вас есть пленный боевик Нам бы хотелось с ним побеседовать Мой генерал Они хотели бы поговорить с пружинами Я не могу больше поговорить с ним К сожалению, уже невозможно с ним пообщаться Вот, это тот самый пленный Сегодня утром он попытался сбежать Забрал оружие у конвоя Пришлось стрелять и убить У них в Африке такая традиция Все погибают при побеге Шевелись Двигайся Двигай ногами Эйвэ, подойдите ко мне Тихо все Сегодня У вас будет важный день Сегодня вы можете стать Настоящими воинами Но для этого Вы должны доказать Что вы готовы стать воинами Веди его сюда Двигайся Двигайся На колени Это наш враг А врагов нужно убивать Если ты не убьешь врага первым Он убьет тебя Оружие у вас есть Так сделайте То, что должны сделать воины Если ты не воин Я убью тебя Ну Давай Бей Бей Теперь вы Не надо В джунглях он один не выживет Вы можете точно Показать место Где было нападение На ваш отряд Они педат Показать место Оно 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 Я не могу Двигаться Эта информация С помощью Мой команды Оно Ниможет Собшит Такой информация Бейзер Решение Рука Водсва Слушай, генерал Ты по моему Не в ту сторону Воюешь Мы будем помогать Приехали А ты ничего Говорить не хочешь У тебя 25 бойцов Вы убили Семь генерал Eles pensам Канал У нас Кэрис Ажудар Я 25 Комбатент Фором Морти Это примерно здесь Возле деревни Бао На эту деревню Недавно Напали Боевики Значит Завтра Малой группой С вашими бойцами Выдвигаемся На место Заодно И до деревни Прогуляемся Ты подожди Андрюха Куда это тебя несет Мне кажется Мы сюда приехали Только обстановку проверить Ну вот на месте И проверим Заодно Генерал с собой возьмем Может он по дороге Ищет что вспомнит Да? Что мы pensали И партий Пару Калам Они хотят Ваку Но Это не возможно Есть Реуни Калам Которые Капитал Господин Генерал Говорит Что это невозможно Завтра Будет Совещение С руководством В столице Ну Если С руководством То Само Собой Разумеется Пошли Пошли Ну Пошли Субтитры Сегодня вы доказали, что вы воины. Но воин должен быть сильным. Для этого надо забирать силу у своих врагов. Сила мужчины сосредоточена здесь. Чтобы ее забрать, надо это съесть. Ну и где твои горячие парни? Спроси что-нибудь полегче. Перегрелись надо. Андрюх, ты вроде умный мужик. Посмотри на них. Им же все до ломпочки. Не то, что стрелять им, оружие в руки давать нельзя. А ты хочешь, чтобы они на боевой выход подорвались? Ну что, где ваши бойцы? Майор сказал, они не хотят ехать. Они очень боятся. Ладно, пойдем. Добавим фазу в их тусклые лампочки. Вкусно, камрад? Соборозу, камрады. Хорошо вас кормят. Стоять. Пистолет на стол положи. Переведи ему. Педлик, кладь армию на mesa. Не делай это. А нахрена тебе пистолет? Я у тебя еду отобрал, ты у меня с салфетками шпыряешься. У тебя жена красивая? Я ее тоже заберу. Я тоже хочу льти. На. Тома. Отомсти. Ну? Тома. Что уставились? Тоже все готовы отдать? Тома, жену, страну. Каза, муле, поищи. Приятного аппетита. Бон аппетит. Сону минуту. Одну минутку. Я готов и ты, и мои солдаты тоже. Каза, муле, поищи. Эффективно. Да-да. Это они здесь, все герои. А потом обосрутся и побегут. И на каких условиях вы заключили контракт с русскими? Русские приехали не по контракту. Наш президент обратился к дружественным странам. Русские приехали из Судана. Русские не меняются. Я уже встречал их здесь, в 80-х. Правда, тогда их называли советскими. Я помню тот год. Я в курсе. Это же вы устроили ту авиакатастрофу, когда погиб президент Машелла. И русские развернулись тогда на 180 градусов. Так вот, советские. Потом они перестали быть советскими и решили устроить у себя капитализм. Но они в нем ни хрена не понимают. Для русских идея важнее денег. Дайте им идею, и они будут готовы работать бесплатно. Только за идею. Я думаю, вы зря беспокоитесь. Во-первых, русские приехали всего на две недели. Во-вторых, они плохо знают нашу страну. Нашу природу. Они никогда не воевали в джунглях. Они не справятся с боевиками. Это мелочи. Не о том вы говорите, генерал. Вы знаете, кто такой Ленин? Видите вывеску? Вижу. Это русский. Коммунист. В честь русских в вашей стране названы улицы. Подумайте над этим. Они опасны. Коммунист. 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 Ну что, ситуация понятна. Повалили дерево, устроили засаду. Знали, что местные здесь пойдут. И, похоже, знали заранее. Новости не очень. У них теперь и Дашка есть, и РПГ. Гранит Байкалу. На связи. Запускай вертушку. Принял. Видал? Может, у них тактика такая. Короче, Кладрик, но он тут не поможет. На эту же палочку. Наги, им придется прогуляться. Сколько это деревни? Километров 10. Лучше на машине. Не, не, не. Машину будет видно и слышно. Если боевики где-то рядом, мы себя выдадим. Можем напороться на засаду. Двигаемся через джунгли вдоль реки. Поднимаем. Мы могли бы организовать одну обучку. На этой селке. Не, не, не. Я не буду. Я буду здесь. Я буду здесь. Я буду здесь и guardать карты с солдатами. Господин майор хочет остаться здесь. И охранять машину. Почему-то я так сразу и подумал. А я хотел бы с вами пойти. Уверен, а то машины некому охранять будет. Ты что? Я уверен. Добро. Дай погремушка. Я устал. Мы можем сделать передышку. Ты что? Мы же пол дороги не прошли. Это очень тяжело. Ладно, сидите здесь, отдыхайте. На обратном пути вас прихватим. Шути что ли? Не возьму именно так. Долго идти. Так не бывает. Бывает, бывает. Еще как бывает. Пассаж Мель, останетесь, приглядите. Принял. Ты главное жди меня. Я вернусь. Только очень. Жди. Хорошо. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok , Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я твоя семья Субтитры сделал DimaTorzok Теперь я, твой отец Я твоя семья Субтитры сделал DimaTorzok Здесь Прикрой Держу, держу Пошел Держу 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 Продолжение следует... 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 Слушай меня очень внимательно. С этого момента вы будете подчиняться этому человеку. Его зовут Амар. Он будет вашим командиром. И вместе вы уничтожите русских. Их всего 30 человек. Но это 30 профессионалов. Но они 30 профессионалов. Я справлюсь сам. Это приказ. Я же тебя просил. Мне не нужно, чтобы вы там в героев играли. Да никто в героев не играет. Просто работаем. Так, ладно. По результатам что? Уничтожили порядка 40 боевиков. А еще столько же ушло. Ну, молодцы. Что сказать? Значит так. Завтра я буду у вас. Будем разбираться на месте. До моего приезда ничего не предпринимать. Ясно? Принял. На связи, отбой. Вот здесь есть три деревни. Мао, Лимало и Сета. Мы должны заманить русских вот сюда, в Лимало. Подожжем несколько домов деревни. И когда русские подъедут, мы их встретим. Я бы сделал по-другому. Я бы ждал русских на этом перекрестке. Я тебя не спрашивал. Ты вместе со своими людьми можешь ехать домой и ждать русских там. Ты решил, что ты великий командир? Я тебя понял. Делай, как знаешь. Я сделаю по-своему. Мамуда я говорю, что он будет делать по-своему. Предлагаю местных бойцов задействовать патрулирование дороги, а мы пока несколькими группами пройдемся по джунглям. А с чего ты решил, что они выйдут в дороге? Ну, в джунглях долго они отсиживаться не смогут по-любому. А по дороге передвигаться лучше всего. Потом у боевиков есть раненые, а ближайший госпиталь находится в Марере. Предлагаю задействовать группу Памира. Андрей, ну есть же местные бойцы. А толку-то они? Ну ладно, не все так печально. Ну, в случае с больницей лучше, конечно, обойтись своими силами. Если боевики выйдут на местных, они их сразу же за двух сотят. То есть за своих ребят ты не переживаешь, да? Нет, своих ребятах я уверен. На сто процентов. Ну что, пойдем к генералу? Спасибо. Ух ты! Круто! Что-то странное, где люди-то, а? Рябина направо, зенит прямо. Вперед! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вроде все на месте, ничего не тронуто. А люди ушли. Это странно. А вот ты где! Тихо-тихо-тихо-тихо! Да сюда! Ну здоровенький былык! Тихо-тихо-тихо! Внимание всем. На три часа вижу дым. Местные покидают деревню. Значит так, парни, к этой деревне есть два подъезда. Делимся на две группы. Базик и Кубань. Вы подъезжаете с основной дороги вместе с союзниками. Ну а мы подъедем с другой стороны. Придел. Чует моя жопа, что нас ждут. Давай демонстративно развернемся и оставим незаметный им сюрприз с пулеметом. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы двое, идите, проверьте, что там происходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА